Новости на телеканале АТОМИКЕН БИЗНЕС Кроме того, появилась отдельная статья, за нарушение ПДД в пьяном виде, что чревато лишением свободы от 7 до 10 лет. Между тем, по индексу тюремного населения Казахстан занимает сотое место. 156 осужденных на 100 тысяч населения. За 28 лет количество заключенных сократилось на 70 тысяч. Закрыли 12 тюрем. По этому показателю мы оказались чуть выше, чем Израиль, Сингапур, Австралия и ряд стран ЕС. Словом заместителя генпрокурора Марата Ахмеджанова, это стало возможным благодаря проведенной модернизации уголовного процесса и расширению альтернативных видов наказаний. Ограничения свободы и штрафы включены альтернативами в более тысячи санкций. Отправлять за решетку по международным стандартам это крайняя мера. Сегодня сроки получают 25%, а вот в 2000-х годах более 50% подозреваемых, отметил Ахмеджанов. К другим темам. У казахстанских банков нет дефицита капитала. К такому выводу пришли в нацрегуляторе после оценки качества их активов. Размер свободной ликвидности свыше 10 триллионов тенге или 37% активов. Доходность банковского бизнеса вдвое больше, чем три года назад, включают эксперты. Проверили. 14 финансовых институтов. На их долю приходится 87% от общего объема банковских активов и 90% судного портфеля. Периметр программы включили более 100 портфелей. Провели анализ свыше 6 тысяч заемщиков и 7 тысяч объектов залогового обеспечения стоимостью более 2 триллионов. В целом в рамках оценки собрали и обработали почти 2 миллиарда точек данных по кредитам. И пока это результаты первого этапа проверки. Помогали нацбанку международные специалисты. Руководствовались они методологией Европейского Центрального Банка. После финансовые институты страны разработают детальные планы мер и направят регулятору на одобрение. Процесс завершат до 15 февраля. Тем временем долговая нагрузка по ипотечным кредитам может снизиться. Проблемным ипотечникам могут уменьшить сумму основного долга и предоставить льготный график погашения. Нацбанки сообщили, что решения по каждому заемщику будут принимать отдельные банки индивидуально. Нововведения затронут заемщиков, которые ранее рефинансировали кредиты по программе «Социально уязвимые злои населения». Помимо этого, новые правила коснутся тех, кто испытывает трудности с обслуживанием займов и тех, чье единственное жилье перешло на баланс банка в счет долга. Данные меры будут действовать в рамках ранее выделенных на возвратной основе средств и вступят в силу с 1 января. Между тем, в стране уже со следующего года начнут выдавать женскую ипотеку под 12% годовых. Деньги на эти цели «Жилстройсбербанку» выделяет Азиатский банк развития. Общая сумма фондирования – 38 млрд тенге. В словом, заместителя председателя правления ЖСБ Алии Айдарбековой займы для женщин будут выдавать для покупки как первичного, так и вторичного жилья. Максимальная сумма кредита – 30 млн тенге. Для его получения минимальный первоначальный взнос должен быть в размере 15% при условии, что доход ниже 200 тыс. тенге и 20% для тех, чей доход превышает эту сумму. Основную часть кредитов будут выдавать в регионах, так как в столице и Алматы достаточно альтернатив для покупки жилья. Таковы условия Азиатского банка развития. Первые 7 млрд тенге из 38 в «Жилстройсбербанке» ожидают получить уже в январе. Быть министром нелегко, работа стрессовая, а уровень ответственности запредельный, а в случае возникающих проблем достают еще и вездесущие журналисты. Но в жизни чиновников все как у обычных людей. Кану Нового года наши корреспонденты поинтересовались у некоторых обитателей властного Олимпа, как они будут отмечать зимнее торжество. И все как один сказали, Новый год – семейный праздник. Какие салаты будут на праздничном столе Бахыта Султанова, и кто будет запускать фейерверки после 12 ночи, расскажет моя коллега Улпан Пегалина. Каждый вторник в Доме правительства проходит заседание Кабмина. Работа идет по определенному регламенту. В зале собираются министры, зачитывают доклады, а в это время в коридоре их ждут журналисты. И как обычно, у нас много вопросов. Исключением не стало и последнее заседание в уходящем году. Но в этот раз мы не задавали неудобных вопросов, а лишь поинтересовались, как будут встречать Новый год министры. Как всегда, дома, с семьей, с родителями, с детьми. О традициях своей семьи рассказал и вице-министр финансов Берик Шулпанкулов. Оказалось, что он любит пострелять. Как обычно, Новый год семейный праздник. Будем проводить дома. 31-го, как после Нового года, выйдем на улицу. Фейерверки постреляем. А вот министр торговли и интеграции Бахыта Султанов поделился с нами тем, какие салаты будут на праздничном столе их семьи. Ну, обычно застолье. Мы все рождены традициями Советского Союза. Как всегда, бенегрет, ольве, шампанское. Посмотрим поздравления главы государства. Интересно, но про сокровенные желания, которые принято загадывать под бой курантов, чиновники умолчали. Наверное, потому что это очень личное. Какое желание будете загадывать? Все, теоретику имбирши. Год впереди, все просто. Интересно. Конечно, никого не придерживаются. Всем спасибо. Удачи, мы всех начинаем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok